Ростислав Ищенко в военном деле за 21 июня 2023 года. Бесконечное наступление, как лебединая песня ВСУ. Но прежде чем продолжить, хочу напомнить, что мой канал существует только и исключительно на ваши пожертвования. И раз вы поддерживаете возобновление тени статей Ростислава Ищенко, я тоже прошу помощи в распространении публикуемых мной видео. А также хочу напомнить о предстоящем дне рождения 24 июня. Спасибо за понимание. Поехали. Оценивая действия, планы и перспективы противника, необходимо исходить не только из количества и качества противостоящих друг другу войск, и не только из экономических возможностей врага и его союзников. Важную роль также играет внутриполитическое положение оппонирующей силы. Одно дело, когда вам противостоит консолидированное общество, спаянная идеей «если не победы, то сопротивление до конца», совсем же другой бывает ситуация, если в стане врага разброд и шатание, а различные кланы пытаются использовать победы и поражения на фронте для получения преимущества в борьбе со своими внутриполитическими соперниками. Если говорить о военных противниках России, Украина и ее западные союзники, то перед нами возникнет парадоксальная картина. Никогда еще сторона конфликта не была настолько консолидирована с одной стороны и настолько разделена с другой. На Украине в 2022 году был достигнут довольно высокий уровень консолидации общества вокруг идеи защиты Отечества. До самой зимы 2022-2023 года армия не испытывала проблем с притоком добровольцев, а мобилизацией не встречала сопротивления или особого ропота. Вызвано это было недооценкой украинским обществом российских возможностей и переоценкой своих, а также завышенными ожиданиями от Запада. После февральско-мартовского шока и внезапного российского отступления с безмалого половины первоначально занятых территорий, большинство граждан Украины поверило, что Россия колос на глиняных ногах, что западные санкции вот-вот истощат ее экономику, а упорная борьба ВСУ принесет победу на фронте. События осени 2022 года, продвижение ВСУ в Харьковской области и уход ВСРФ из Херсона эту уверенность укрепили. В 2023 год украинское общество вступило с ожиданием близкой победы и было моментально разочаровано. Вместо дальнейших наступлений, на которые надеялись, ВСУ оказались втянуты в оборонительное сражение под Бахмутом, а затем и за Бахмут. Стратегическая ошибка Зеленского, превратившая рядовую наступательную операцию ВСРФ в бахмутскую мясорубку, стоила Украине не только изрядной долей стратегических резервов. При наличии людей и техники резервы могут быть восполнены. Гораздо более страшный, первоначально незаметный, но мощный удар был нанесен по консолидации украинского общества и его уверенности в победе. Именно с Бахмута ведет отсчет вторая волна бегства из страны. Первая была в феврале-марте 2022 года, когда бежали не столько от мобилизации, сколько от наступающей российской армии. Как только в СРФ начали отступление из занятых районов Киевской, Черниговской и Сумской областей, началось не менее массовое возвращение бежавших. В результате к концу лета вернулось до половины от первоначально уехавших. Но зимой началась работа в бахмутской мясорубке, и украинцы вновь побежали из страны. Если летом более 60% выехавших были женщины, дети и лица пенсионного возраста, то новая волна эмиграции состояла преимущественно из мужчин призывного возраста. А легально и нелегально, с риском для жизни и здоровья стремились они как можно быстрее покинуть Украину, чтобы не получить билет в один конец – в Бахмут. К весне количество зафиксированных в ЕС беженцев с Украины вновь превысило 10 миллионов человек. На пике весной 2022-го оно достигло 12 миллионов, а летом осенью 2022-го опускалось до 6. Но уже в феврале украинские генералы жаловались, что новые волны мобилизации не восполняют потери армии. Ради удержания позиций под Бахмутом, мобилизованных бросали в бой на третий-четвертый день после того, как поймали на улице, едва успев вооружить без какой-либо подготовки, а иногда и без обмундирования. Бахмут нанес тяжелейший удар по моральному духу ВСУ и украинского общества. Но в большинстве своем украинцы продолжали верить, или точнее хотели верить, в то, что жертвы принесены не зря, и летнее наступление подготовленных на Западе и вооруженных западной техникой бригад ознаменует долгожданный перелом в ходе боевых действий, и ВСУ развернут широкомасштабное наступление по всей линии фронта. После того, как начавшееся 4 июня наступление превратилось в очередную мясорубку, по масштабам значительно превышающую бахмутскую, после того, как бригады, на которые возлагалось столько надежд, стали буквально на глазах испаряться, вместе с западной техникой еще на пути к российским оборонительным линиям, окончательный перелом наступил. Только не тот, на который надеялись украинцы. Сломалась не российская военная машина, а окончательно канул в лету боевой дух ВСУ и надежду украинского общества на победу. Именно в июне месяце начались массовые подразделениями по 10, 15, 20, 40 человек, сдачи в плен украинских солдат. Причем сдавались не обороняющиеся, поставленные наступающим противникам в безвыходное положение, а войска, отправленные в наступление и решившие таким образом сохранить себе жизнь. В июне же были зафиксированы массовые случаи нападения на раздающих повестки военных, а полиция во многих городах самоустранилась от участия в мобилизации. В этих условиях на Украине активизировалась нацистская оппозиция нацистскому режиму. Примерно как в апреле 1945 года Геринг и Гиммлер пытались перехватить власть у идущего к своему концу Гитлера, рассчитывая заключить мир на Западе и сохранить режим хотя бы частично. Зачастили на Запад Порошенко, Тимошенко и другие потенциальные сменщики Зеленского. Идея президента мира вновь стала актуальной на Украине. В этих условиях Зеленский не может принять разумное предложение своих генералов прекратить бесплодные попытки наступать, приберечь резервы, перейти к гибкой маневренной обороне, потянуть время с целью дождаться от Запада новые порции военной помощи, включающей самолеты, спровоцировать вступление, если не всего Запада, то хотя бы одной или нескольких стран в войну на стороне Украины, обеспечивающие появление на линии боевого соприкосновения, пусть ограниченного, но принадлежащего регулярной армии одной из стран НАТО-контингента. Остановка наступления грозит окончательным обрушением морального духа как войск, так и общества, после чего выход на арену президента мира, меняющего кровавую собаку, становится практически неизбежным. Пока же армия хотя бы имитирует атаки на российские рубежи, остается какая-то часть украинских граждан, продолжающих верить, что вот-вот свершится чудо и Украина победит. Остальным же рассказывают, что надо дотерпеть до саммита НАТО, который не за горами, а на этом саммите, мол, либо Украину в НАТО примут, либо НАТО так за Украину воевать пойдет, либо гору новейшего оружия отстегнут от западной щедрости, и вот тогда... Но главное, имитация наступления помогает держать в рамках нацистскую оппозицию нацистскому режиму. Пока армия воюет, появление президента мира невозможно. Дело в том, что внешне консолидированный, совсем как украинское общество, Запад тоже далеко не един. США и ЕС пока что согласны только в том, что с Россией надо воевать до последнего украинца. Но в том, что будет потом, резко расходятся. США считают, что когда падет последний украинец, на фронт должны выступить европейские, хотя бы восточноевропейские, армии. Европейцы же не горят желанием повторить украинский опыт и разбить Россию в свою хилую государственность. Поэтому у них востребована идея смены на Украине кровавой собаки на президента мира. Расплатимся, мол, с Россией за войну украинскими территориями, возьмем паузу, поднакопим сил, а затем используем остатки Украины для провокации новой войны. Идея здравая. Надо, правда, еще убедить Россию согласиться на такой вариант. Но европейцы считают, что вместе с американцами, шантажируя Москву немедленной войной против всего НАТО, смогут добиться приемлемых для себя уступок. Вот тут-то западная консолидация дает трещину. Формат мира-перемирия, приемлемый для Европы, абсолютно неприемлем для США. Вернее, не для США, как государства, а для части американской элиты, узурпировавшей власть в стране. На совести этих людей столько преступлений, что им, как Зеленскому, отступать некуда. Если в плане необходимости сдерживания России и Китая любой ценой, американские элиты вполне согласны, то в вопросе о том, кто должен руководить этим сдерживанием и класть в карман барыши, обеспечиваемые этим руководством, у них давний и глубокий раскол. Пока украинская армия воюет, правящая группировка в США неуязвима. На любую критику они отвечают, что США не могут бросить союзников в беде и, главное, не могут дать России победить. И, как они говорят, получить вознаграждение за агрессию. С этими формулировками пока никто в США спорить не берется. Но как только украинский фронт рухнет, внутриамериканская оппозиция сомкнется с европейской оппозицией, требующей перемирия и обопрется на украинскую нацистскую оппозицию нацистскому режиму, которая предложит всем президента мира. Группировка Байдена пытается заранее подослать соломку. Ради этого из британской политики насильно выталкивают знатного русофоба и соратника Трампа Бориса Джонсона. Ради этого сломали хребет итальянским политикам и держат на коротком поводке Шольца и Макрона. Но, глядя правде в глаза, американцы вынуждены признать, что карточный домик господства в США Клинтоновско-Соросовской группировки держится не на администрации, не приходящего в сознание Байдена, а на способности Зеленского гнать украинскую армию в самоубийственные атаки на российские оборонительные линии. На всех уровнях, на американском, на европейском, на украинском, обанкротившаяся правящая элита кровно заинтересована в демонстрации непоколебимой консолидации. Они прекрасно знают, что малейшая их слабость выведет на национальную и на общезападную политическую арену не меньших, чем они и не менее зубастых мерзавцев, но только мерзавцев, которые давно сидят на голодном пайке, посаженных нынешней властью на цепь, и живущих жаждой мести, мечтающих смести и разорвать своих угнетателей. Поскольку на Украине так и не нашлось политической силы, способной выступить против убивающей страны и народ власти, поскольку даже бессмысленно убиваемая за чужие интересы армия в лице своих генералов оказалась неспособной повернуть оружие против преступного режима, выбор у украинцев небогат. Тот, кто не смог убежать от мобилизации, обязательно будет мобилизован, сколько бы он ни откупался и какие бы белые билеты не имел. У мобилизованных же остаются два пути – магистральный в могилу и спасительный в плен. Пока что основная масса украинского пушечного мяса идет по первому пути. Как только большинство выберет второй, война закончится за неимением желающих умирать, за продление агонии клинтоновско-соросовских марионеток. Байдена с Зеленским и их вышедших в тираж европейских партнеров. Ростислав Ищенко «Бесконечное наступление, как лебединая песня».